Раз, раз. Всем еще раз привет. И мы начинаем интервью наше с победителем сегодняшнего чемпионата. С Арсением Турбо. Представьте нам, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Арсений Михалев. На самом деле, это первое интервью вообще в моей жизни. Я даже писем на никогда не давал. Только что я немного стесняюсь. Мне 24 года. Да, уже взрослый, пора же. У меня старше, что, 2 года. Да, пора завязывать уже, конечно, с этой игрой. Все, бьюсь, бьюсь. Ну, как бы прям явных таких топ-1 результатов у меня никогда не было. Ну, всегда топ-2, топ-1. Как бы неважно, в каком коллективе я играл. Ну, ладно, продолжай, это я так. Ну вот, в общем, давай тебя спросим сразу. Расскажи нам о чемпионате. Как тебе сегодняшний чемп в Иксе? Как тебе сама Икса? Понравилось ли тебе победить на этом чемпионате? Ну, я всегда говорю прямо и честно, скажем так, да. Единственное, что меня не устраивает, ну, по поводу клуба скажу, единственное, что меня здесь не устраивает, это очень… Ну, это плохие мониторы, ну, вот, все, это плохие мониторы, которые, ну, очень сложно настроить. В большинстве мониторов больше 60 Гц как бы выставить нельзя, вот, ну, потому что дома у нас многие играют на 120 Гц, да, ну, вообще половина команды, у кого там есть хороший монитор, ну, и, ну, как бы, это довольно сильно мешает, да. Вот, по поводу организации все очень хорошо, тут хороший кондиционер, мы очень комфортно играли, как бы, прохладно, да, никаких, там, физических таких напрягов нет, да. Мы даже не устали, ну, я хорошо себя чувствую, да. Ну, то есть спокойно, перерывы понравились, что такие были, да? Я просто боялся, что, возможно, слишком долго, а привыкли же все обычно играть как. Сыграли игру, 10 минут перерыв, сразу загоняют обратно. Ладно, Турбо, расскажи нам, пожалуйста, твое мнение о CSGO. Мы уже спрашивали WorldEdit'а, WorldEdit у нас, считай, игрок, который одновременно играл в двух дисциплинах, и он мог посудить о CSGO и с одной и с другой стороны. Ты, как сорсер, выросший у нас в комьюнити, расскажи нам об этой игре. Какое твое мнение? Ну, я скажу, давай я сразу о трех играх начну. В 1.6 я играл очень мало, но я играл, как бы, да, очень, ну, в основное время я играл в Source, и вот сейчас начал немного поигрывать в CSGO, но у меня там от силы, у нас немного у всех, там, по 30-40 часов, да, вот. Скажу так, что фан и, как бы, атмосфера во всех играх, на мой взгляд, одинаковая. Мне нравится играть во все игры, да. Ну, неважно, какие там особенности у них, но, как бы, может быть, геймплей немного разный, да, вот, но, как бы, удовольствие от игры получаю, ну, и от Source, и от CSGO, да, поэтому мне, на самом деле, все равно, что играть. Ну, почему будут чемпионаты, по каким играм, да, ну, скажем, в такие я и буду играть, ну, и, ну, прислушаюсь к мнению команды, если, как бы, может быть, они, конечно, захотят, там, играть в Source, если по CSGO будут, там, хорошие призовые, там, подобное. То есть, я так понял, тебе не особо важно, в какую версию CSGO играть, то есть, я так понимаю, ты абсолютно принял CSGO, он для тебя не показался чем-то другим кардинально, и ты перейти смог. Да, скажем так, как бы, я 1,6, или мне не выглядит кардинально другим, ну, вот, и, в принципе, схожие игры. Ну, все, ну, что, все, все. Турбо, я много слышу о том, что у вас проблемы с составом, хотя ксапса формировались, как команда, развалившая 3 коллектива, в которых был 1 игрок, обычно 1 хороший игрок и 4 якоря, ну, образно говоря. Вот, в итоге, в итоге, с трех команд понасобирали пятерочку, получилось, почему сегодня WorldEdit говорит, что все равно надо менять игроков? Ну, скажем так, вот, мне понравилось и сегодня, ну, скажем так, у нас есть несколько игроков, которые явно проседают, ну, в 80% игр. Вот, сейчас, как бы, в финале, ну, я скажу так, что эти игроки играли довольно неплохо, но благодаря чему мы, возможно, и выиграли, да, и, как бы, все более-менее ровненько шли. Но это, как бы, исключение из правил, скорее, да, вот, Егоше не нравится то, что он играет очень стабильно, он самый стабильный игрок, да, вот, там, парочка у нас, ну, я не буду называть, как бы, которые, как бы, поближе к нему, да, они, ну, стабильно, там, свой фраг делают, ну, я имею в виду себя, там, допустим, мне Сенза, да, но Сенза, не, ладно, я не буду, вот, ну, и пара, ладно, ладно, ну, все поняли, ну, и некоторые игроки, которые могут жестко пулить, да, поэтому, Гоша, это не нравится, вот. Ну, что, Турбо, в общем, я тебя поздравляю с сегодняшней победой. Насколько я знаю, для Хабса это вторая победа этим составом, да, первая была в Кликнете. Ну, по КСС, по КСС. Ты не, а, ты играл против. Ты играл против в финале вдвоем. Тогда Флэйм еще играл. В общем, этим составом это первый, считай, чемпионат для игры в КСС вашей. Вот, я тебя поздравляю, большое вам спасибо, что сегодня приехали, я так заметил, что вы подрегались всего лишь за день до чемпионата, в итоге у нас получалось бы, что одна команда приехала. Расскажи нам, да, пожалуйста, про эту ситуацию, что вы подрегались только в последний день. Ну, скажем так, мы, как все коллективы в Сурсе, да, ну, скажем так, сидим на жопе и ничего не делаем, да, все отдыхают, вот, занимаются своими делами. И за эти два месяца, за которые мы сыграли пару раз, да, вместе, мы уже успели два раза развалиться, два раза собраться, да, два раза собраться, но в итоге, как бы, до лана мы все-таки доехали, да, вот, прям, ну, просто поехали на лан, как сыграли, как получится, да, вот. Я, на самом деле, слышал, что неделю или две назад, что у вас команда развалилась совсем, что WorldEdit ушел куда-то, но я думаю, это просто внутриигровые такие... Он поплакал, поплакал и решил... И вернулся в родной угол. Ладно, все, давай, заканчивай, закругляемся мы на сегодня, давай, счастливо тебе, большое спасибо, спасибо, счастливо. Все, ребят, мы завершились на сегодня в 4-й ФМР Лангкап, мне самому очень понравилось проводить чемпионат в ИКСе, Хотелось бы продолжить здесь проводить ФМР Очень мне нравятся компьютеры, то, что... Единственное, что их настраивать надо заранее, потому что, вот, как вы слышали, у Турбо были... Тут Турбо рассказал эту основную проблему, что не выставляет 75 Гц на мониторг, но это все решаемо, Компьютеры с лихвой покрывают эту проблему, потому что 1000 FPS это единственный клуб в Москве, который сейчас поддерживает 1000 FPS. Потом, ну, немного кривоватая сцена, но с этим тоже можно жить. Можно просто проводить чемпионат в игровой зоне, прежде всего же мы сделаем турнир для игроков, а не для зрителей. Все, счастливо, ребят, прощаются со мной к капсам. Я завершаю на этом нашу трансляцию, записи будут в понедельник, скорее всего, когда я сюда еще раз доеду. Возможно, я сейчас пару записей поставлю. Все, и вордедит попрощался. До свидания, до новых встреч, возможно, во вторник я сам буду играть на А46, Возможно, просто стримить буду игру The Nation в первом этапе, но там всего две игры, по-моему, так что уделять этому целый день, я думаю, не стоит. Ладно, счастливо, я отключаюсь, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok